Привет, друзья! Сегодня мы сделаем новый формат видео. Попробуем с вами разобрать тест по турецкому языку и найти правильные ответы. Для поступления иностранцев в университеты Турции проводится тест, который называется YÖS. Расшифровывается как Yabanji Uyruklu Örenji Senave. Экзамен для иностранных студентов. Есть два типа экзамена. В одном вопросы по математике и логике есть экзамен на выявление уровня знания турецкого языка. Если вы его проходите, то начинаете учиться с первого курса в университете, а если не проходите, то вас отправляют на год изучать турецкий в Томер. Это курсы турецкого языка на основе Анкарского университета. И после того, как вы год изучаете турецкий, в следующий год вы начинаете уже учиться по специальности. Мы сегодня попробуем разобрать тест, пример такого экзамена, который выходил в 2009 году. Сразу скажу, что вопросы непростые. Нужен уровень знания примерно B1-B2. Для новичков в турецком будет сложно. Но на моем канале есть те, чей уровень выше среднего и думаю это будет полезно для вас. Для начинающих изучать турецкий на моем канале есть много видео, вы можете учиться по ним. Также у меня есть платный курс для начинающих на платформе юдями, который включает в себя задания и тесты по всем темам. Вы можете приобрести его со скидкой по ссылке в описании под этим видео. Теперь переходим к нашему тесту. Сразу скажу, что в процессе разбора теста буду вести себя так, как будто я прохожу этот тест. Это значит, что я буду применять определенные уловки, которые нужны тогда, когда вы проходите тест. Потому что в этом тесте 60 вопросов и времени дается 60 минут. То есть на каждый вопрос по минуте. Думаю, такие лайфхаки могут быть полезными тем, кто действительно собирается поступать в турецкие вузы. Попробуем разобрать половину вопросов. И если такой формат вам понравится, то сделаем вторую половину в следующем видео. Вот этот тест. Он вот так выглядит. И называется Ябанджи Уверуклу Эоренди Сыновы Турчьи Тесты. Турецкий тест для иностранных студентов. Давайте с вами сначала посмотрим, что здесь говорится. Генель Ачиклама. Это общие инструкции к тесту. Прочитаем их, быстренько переведем. Как отвечать на эти вопросы? На вопросы в этом тесте написано в самом начале этого теста. Перед тем, как вы начнете отвечать на вопросы, внимательно прочитайте эти инструкции. На все вопросы из этого теста есть один правильный ответ. Если на один вопрос было отмечено несколько ответов, то будет считаться, что на этот вопрос неправильным был дан ответ. Ваши ответы отмечайте темно-черным и мягким простым карандашом. Не знаю, что это за цвет такой темно-черный. То есть черный у нас он всегда черный. Ну ладно, не важно. Ваши ответы, когда будете зачеркивать, чтобы они не выходили за границы ответа. И нельзя использовать тюкенмес колем, это ручка, а долма колем это чернильная ручка. То есть ими пользоваться нельзя. Нужно все отмечать простым карандашом. Дальше. Не мните ваш ответ. То есть здесь ответы записываются на отдельном листке. Который называется девапкиады. Листок для ответов. И вот говорится здесь. Вы его не мните. Не слаживайте. Не слаживайте. И не ставьте никакие отметки ненужные на нем. Дальше. Если вы хотите изменить какой-то свой ответ. Если вы хотите изменить, то нужно взять мягкую стерку. Девапкиады. Не слаживайте. В общем, сильно не пачкая ваш лист с ответами. Если вы хотите изменить, то аккуратно стерите. И не забудьте отметить новый ваш ответ. Дальше. Когда оценивается ваш тест, ставятся баллы. Это значит, от всех ваших правильных ответов будут зачеркнуты, вычтены четвертая часть неправильных ответов. То есть, так как у нас на каждый вопрос есть пять ответов, для того, чтобы люди наугад не отмечали, то каждые четыре неправильных ответа будут считаться за один правильный. Поэтому, если вы не знаете ответ на вопрос, то лучше ничего не отмечайте. То есть, наугад не нужно ничего отмечать, потому что это вам будет не в пользу. Дальше здесь пишется. Ну, в принципе, говорится о том же, что я сейчас вам сказал. То есть, по этой причине, если у вас есть вопросы, о которых вы не имеете никакого представления, то вы их оставьте пропущенными. То есть, не отмечайте никакие ответы. Ну, и с другой стороны, здесь подсказывается такой метод, как работать с тестами. Он говорит, не нужно отмечать, если вы вообще не знаете. Но, если вы можете несколько вариантов ответов убрать. То есть, из тех вариантов, которые вам предоставлены. Вы можете, если несколько из них убрать, то есть, точно понимать, что эти ответы не подходят. И из оставшихся ответов, то можно попробовать наугад все-таки попасть в правильный ответ. Это может быть вам в пользу. Так написано. Дальше. И другие правила, которые связаны с этим экзаменом, на брошюрке самого экзамена, на задней странице. Там о них рассказывается. Ну, здесь проходим. Дальше смотрим. В общем, здесь главное. Турческий тест. Нужно отмечать на листке ответов именно по турецкому языку, как я говорил. Вообще, тест идет не только по турецкому, там еще есть математика и логика. Пятое. Вы можете начинать с любого вопроса, на который вы хотите дать ответ. В общем, обратите внимание на номер вопроса и номер ответа, который находится на листке с ответами. Не перепутайте. Переходим к нашим вопросам. Здесь перед вопросами есть таблички с заданиями. Оно бывает... Это задание бывает для нескольких вопросов. Вот здесь для первого и второго вопроса есть задание. Найдите правильный вариант, который подходит на место пропущенного слова в предложении. Читаем. Была очень хорошая поездка или путешествие. То есть путешествовать, узнать или познакомиться с Турцией пропущенное слово сделало нас счастливыми. Мы должны выбрать слово-ответ на вопрос, как знакомиться или как узнать Турцию или как познакомиться с Турцией. И смотрим. Вопрос первый у нас. А. Северек. Любя путешествовать и любя знакомиться с Турцией. Ну, что-то неправильное. Следующее. Б. Это Срайла. По очереди знакомиться с Турцией не подходит. Вариант Д. Як индан. Переводится как ближе. Сблизи. То есть путешествовать и познакомиться с Турцией ближе сделало нас счастливыми. То есть этот ответ у нас подходит. Значит, здесь в этом, в первом вопросе у нас ответ Д. Но можно еще посмотреть следующие два варианта. У нас есть Д. Энджеден. Это значит заранее. Гезьмек. Путешествовать. И Туркей. Энджеден. Танамак. Безли. Рему. Туэтти. И заранее познакомиться с Турцией. Ну, может быть и такое подходит. Но, если возможно, был бы какой-то контекст, который предполагал то, что заранее познакомиться со страной. Было бы это интересно или хорошо. То может быть подошло. И. Но здесь ответ Д у нас лучше подходит. И еще есть ответ Э. Мутла К. И обязательно познакомиться с Турцией тоже не подходит. Теперь переходим ко второму вопросу. Дарадик. Сококлардаки. Тарихи. Эвлерин. Базлары. Рестори. Эдельмиш. Олсада. Пропущенное слово. Чоу. Бакымсыз. Дурумда. Дарадик. Узенькие. Сококлар. Улицы или улочки. Сококлардаки. Тарихи. Эвлер. Это исторические здания или исторические дома. Базлары. Некоторые. Рестори. Эдельмиш. Олсада. Несмотря на то, что были отреставрированы. Пропущенные. Чоу. Многие из них. Бакымсыз. Дурумда. Неухоженные или заброшенные. Рестори. Получается у нас общее предложение. Несмотря на то, что некоторые из исторических домов на узеньких улочках были отреставрированы. Многие из них в заброшенном неухоженном состоянии. И смотрим давайте на варианты ответов. Первый. Не языки. Переводится как к сожалению. И у нас оно как раз сюда подходит. Несмотря на то, что некоторые из исторических домов на узких узеньких улочках были отреставрированы. К сожалению многие из них в заброшенном неухоженном состоянии. То есть вот у нас сразу ответ А. Мы в настоящем экзамене для того, чтобы не терять время. Мы смотрим здесь все подошло. Нам не нужно смотреть следующие ответы. Мы сразу должны просто переходить на следующий вопрос. Но мы можем здесь посмотреть какие у нас еще есть варианты ответов. Это бирг и смы. Какая-то часть. Мадэмки. Ну раз так. Бирг такым. Это тоже некоторые. И бельли бель дирсис. Какие-то непонятные. Это все у нас не подходит. Потому что нельзя сказать бирг и смы чоу. Или мадэмки чоу. Бирг такым чоу. То есть здесь все это не подходит. У нас вариант здесь А. Смотрим дальше. С третьего по шестой вопрос. Какое задание? Джюмле де бош брак лан ер лере. То есть здесь стандартно. Джюмле де бош брак лан ер лер. Это пропущенные слова в предложениях или в параграфе. С рассы ла по очереди гетерель меси уйгу нолан си ченей булну. Знаете вариант. Где слова в очередности если ставить в пропущенные места. Чтобы оно подходило к этому предложению. Предложение у нас такое. Пропущенное слово. Это переводится как осведомленность к истории и окружающей среде. Здесь у нас изофет. И должно быть продолжение изофета. Значит вот это какое-то действие. Гюню мюс инсанны. То есть кого? Гюню мюс инсанны. Современного человека. Культурель мирас консунда. Китиз ол моя. Что-то сделал. Китиз ол моя. Относиться щепетильно или требовательно. Можно перевести с аккуратностью к культурному наследию современного человека. То есть какое-то действие с осведомленностью к истории и окружающей среде. Она заставляет человека быть требовательным или щепетильно относиться к культурному наследию. Здесь что мы можем смотреть. Здесь из ответов. Давайте смотрим. У нас есть для первого слова. Казаным. Это приобретение. Приобретение осведомленности. Дейшим. Это изменение. Изменение осведомленности. Осведомленности. А челмасы. Можно перевести как открытие. Или герюль месси. Как видение. И артмасы. Повышение. Вот что из этих слов больше всего подходит. Здесь можно сразу запутаться. Может быть какие-то слова. Несколько слов могут подходить. Например, я бы выбрал казанымы. То есть приобретение вот этой осведомленности. И я бы выбрал артмасы. Повышение. Все остальное. Оно. Изменение. Открытие. Видение. Но как бы не подходит к этому. И тогда смотрим. Вот я бы посмотрел из этих двух вариантов. Вот. А у меня вариант. И Э. Которые я думаю, что они подходят. Я бы посмотрел на глагол. Так как здесь у нас глагол должен быть в понудительном залоге. Потому что вот это вот первая часть действия. Ну, например, приобретение осведомленности. Или повышение осведомленности. Оно заставляет. Да. Здесь понудительный залог. Заставляет современного человека. Генюс инсанене. К какому-то действию. Поэтому здесь у нас есть, смотрите. Два глагола. Первый. Эням семичтир. Здесь не в понудительном залоге. И получается, что оно сразу как бы не подходит. Потому что у нас есть глагол. И к глаголу относится вот это действие. Например, приобретение осведомленности. Но мы же должны заставить человека. То есть понудить к этому. Генюс инсанене. Современного человека. Вот видите здесь. В определительном падеже у нас есть. Мы конкретно. Действие относится к кому-то. Генюс инсанене. И поэтому вот слово. Йонельт мищтир. Оно как раз у нас в понудительном залоге находится. То есть оно направляет. Направляет. Человека быть требователем. То есть можно дословно сказать. Ну и. Можно перевести как призывает. То есть повышение осведомленности к истории окружающей среде. Призывает. Как бы заставляет немного. Современного человека быть требователем. Или щепетильным культурному наследию. Поэтому ответ у нас. Э. Теперь четвертый вопрос. Так. Четвертый вопрос. Что нам нужно было сделать. Так. Нам нужно было. Ставить. Да. Слова. Которые подходят. К этим предложениям. Смотрите. Есть такие длинные параграфы у нас. Вы сначала. Возможно. Ну то есть правильно. Да. Ты захочешь сначала прочитать весь параграф. Параграф. Чтобы понять вообще смысл всего этого параграфа. И потом найти какие слова. Сюда можно в эти пропущенные места вставить. Но. Для того. Чтобы не терять времени. Мы просто начинаем с самого начала. И. Смотрим. В первое пропущенное место. Какие варианты у нас подходят. Потом. Если есть несколько вариантов. Смотрим следующее. Вот таким образом. Все что не подходит. Мы сразу. Убираем. И каждый раз. Эти все слова. Вот. Не проверяем. Не вставляем сюда. Давайте читаем. Смотрите. Зеркало. Зеркало. стримба. Нужно. Которое использовали. Чтобы удовлетворить потребность. С этого столетия. Тоесть. 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 Значит, B у нас можем поставить. Дальше. Bu yuzildan ama. Не подходит. Сразу убираем. Bu yuzildan da. Это возможно и в этом столетии. Будет переводиться и в этом столетии. И bu yuzildan beri. Тоже подходит, начиная с этого столетия. То есть, после этого столетия. То есть, тоже по смыслу начиная с этого столетия. В этом столетии тоже. И с этого столетия начинают. Вот три у нас варианта есть. Смотрим дальше. Bir süs eși asy halinagelmiş. То есть, оно превратилось в süs. Украшение eși asy. Вещь украшения. То есть, зеркало превратилось в вещь как украшение. Дальше продолжаем. Yuzili klé zenging kese. Особенно богатая часть простойка, то есть, общество. Dagadou rusu. Или, быть точнее, сарай. Пропускаем. Чевреси. Дворец и окружение. Что мы можем сюда поставить? Так, смотрим. Подходит ли у нас в варианте B. Сарай, ведь Чевреси. Дворец и его как бы окружение. Да, подходит. Теперь D смотрим. Сарай или Чевреси. Дворец с окружением. Ну, тоже вроде как подходит. Теперь вариант E. Сарай, арасында, Чевреси. Не подходит. Сарай, это дворец и между его окружением. Не подходит. Осталось два варианта у нас. D и B. Смотрим дальше тогда. Budönüşüme öngülüketmiş. Они стали этому изменению как раз двигателем, пионерами стали. Да, того, что стали использовать зеркало как украшение. Кто стал использовать дворец и его окружение. Дальше смотрим. Османы сарайнын айная дючкюнлю. Османский дворец. Ну, то есть имеется в виду люди, которые в нем находились. Айная дючкюнлю. То есть такая у них слабость к зеркалам. О кадар гёзли герымич хале гельмич. Стало настолько видимой, даже невооруженным взглядом. То есть мы здесь должны до какого-то предела дючкюнлю. Что здесь подходит больше всего? У нас в варианте Б кадар. То есть здесь подходит. Османы сарайнын айная дючкюнлю о кадар. Настолько гёзли герымич стало видимо невооруженным взглядом. И здесь давайте посмотрим. Дючкюнлю о дэрэдже. На таком пределе, да, на таком дэрэдже тоже можно сказать. Очень похоже с словом кадар, поэтому использовать тоже можно. И тогда дальше смотрим. Герлюр хале гельмич ки. Вот смотрите, здесь в варианте Б у нас есть ки. То есть настолько хале гельмич ки, настолько оно стало видно, как бы невооруженным взглядом. То есть вариант Б у нас полностью подходит. И вот в варианте Д у нас в конце есть герлюр хале гельмич ми. Здесь вопросительная форма, вопросительная частица, которая сразу сюда не подходит. И у нас остается один вариант Б. Дальше можно мы в принципе не читать. Но здесь написано дальше. То есть она настолько стала слабостью османского дворца, что даже среди подарков иностранных послов, мутлака, бир, яда, бир, кач, айна, ер, ал, мышь. То среди подарков обязательно было одно или два зеркала. Одно или два зеркала. Здесь ответ у нас Б. Переходим к пятому вопросу. Бирсанадчи. Бирсанадчи. Что это? Это значит актер или человек искусства. Что-то пропущено. Анашабильдиим. Инсаннарла чалышмай терджи хедерем. Я предпочитаю работать с людьми, с которыми я нахожу как бы общий язык. Анашабильдиим. С кем я могу договариваться. И значит получается, что здесь должно быть слово как. Как актер или как человек искусства. Я предпочитаю работать с людьми, с которыми я могу договариваться. Значит мы смотрим. Бирсанадчи асла. Не подходит. Асла это значит ни в коем случае. Или там Бирсанадчи чунгкю. Потому что не подходит. Бирсанадчи ама. Но не подходит. Актер но. Бирсанадчи оларак. Здесь у нас слово оларак. Это как значит? Бирсанадчи оларак. Как актер я предпочитаю работать с людьми, с кем я могу договариваться. Значит этот вариант у нас подходит. И последний вариант. Пек. Бирсанадчи пек аннашабильдиим. Инсалнарла чалашмэй тэжедерим. То есть я предпочитаю работать с людьми, которые пек аннашабильдиим. Здесь не подходит это слово вообще. Слово подходит оларак. И дальше мы можем посмотреть, подходят ли все остальные слова. Просто для проверки. И читаем дальше, что у нас идет. Ама. То есть я предпочитаю, как актер, работать с людьми, с кем я могу договариваться. Ама. Но. Буистей ми. Но. Своё это желание. Пек герчик лечти ремьюрум. Это значит, у меня не очень получается это осуществлять. Моё желание работать с теми, с кем я вот нахожу понимание. Ашрититис юнэтменерле. Юнэтменерле. Асла чалашмам. Я ни в коем случае не хочу, то есть не работаю с режиссерами, которые слишком требовательны. Ашрититис, слишком требовательны. И здесь последнее чунг кю. Потому что. Потому что это отражается на всей группе. Сет это вот когда снимают фильм, сериал. Это сет называются все люди, которые принимают участие в съемке. Съемочная группа, да, можно сказать. То есть к этому вопросу у нас ответ получается D. Смотрим дальше. Шестой вопрос. Букитап. Пропускаем. Психология Ильгидуяннара. Пропускаем. Эдебиата. Весанат тарихиня фартыбир бакыша чисила. Як флашмак истейннере бильгилер суньор. Смотрите. Начинаем такое. Это книга. Потом идем к концу. Предлагает. Да. Предлагает вот знания. Бильгилер. Кому она предлагает знания? Тем, кто. Психология Ильгидуяннара. Тем, кто проявляет интерес к психологии. И также. Эдебиата. Весанат тарихиня фартыбир бакыша чисила. Як флашмак истейннере. Тем, кто хочет. Посмотреть. Ну, под другим углом. На историю искусства. И литературы. То есть, эта книга дает знания, информацию и тем, и тем, кто психологией у нас интересуется. И тем, кто интересуется историей, литературы и искусства. Смотрим на ответы. У нас первый ответ. Хем. И здесь хемде. Смотрите, как подходит. Вы знаете, наверное, что это переводится как и то, и то. Да? Вот смотрите. Букитап. Хем. Психология или Ильи Дуяннара. И тем, кто интересуется психологией. Хем. Дэ. И тем, кто хочет посмотреть под другим углом на историю литературы и искусства. То есть, здесь этот ответ точно подходит. Мы можем сразу отмечать и переходить к следующему вопросу. Ну, на всякий случай посмотрим. Букитап. Не психология или Ильи Дуяннара. Не языки. Эдебият весна. Тарихи. Не фарты. Бирбакыша. Часы. Здесь смотрите. Как тем, кто интересует психологией, и, к сожалению, так и тем, кто интересуется, в общем, литературой и искусством. Но здесь тогда должно быть, должен был быть глагол в отрицательном. Сунмюр. То есть, должно быть. Но у нас здесь глагол в положительной форме, поэтому здесь не подходит ответ Б. Ну, и на счет здесь ответа есть. Букитап. Э. 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 Как предлагает знания тем, кто интересует психологией и настолько же тем, кто интересуется, в общем, историей литературы. Это не подходит. Здесь смысл плавает неправильный. Или. Букитап. Да. Психология. Эльги Дуяннара. Даха. Э. 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 седьмой и восьмой вопросы что нужно здесь сделать джемли де больше браклан ере на пропущенные места и 3 месси уйгун ол мэн вот здесь смотрите внимание не то что подходит а выберите такой вариант который не подходит то есть из всех пяти вариантов к каждому вопросу к 7 и к 8 у нас все вариант даже подходить кроме одного и вот этот один вариант нам нужно найти давайте смотрим седьмой вопрос тавла о юнджу сунун амаджи цель игрока в нарды пропускаем слово курал лара баллы колорак соблюдая правила пул ларин но это все вот эти шашки и песни кенды алана топлом актер собрать все вот эти шашки вместе на своем поле и посмотрим какие у нас ответы сюда подходят бир такым курал лара а при по определенным правилам подходит подходит базы курал лара баллы по некоторым правилам принципе подходит билили кура лара баллы определенным правилам по определенным правилам лара баллы по некоторым правилам тоже подходит и ркур рала баллы нас не подходит потому что со словом герр мы не ну мы не мы не можем сказать во множество числе не ркурà лабалы можно было сказать ахер Курал ларабалы у нас не подходит, значит ответ у нас «э». Восьмой вопрос. Берем какой-то один вариант, они должны быть все похожи, потому что «чейлерне катакомб генирды». Мы должны опять найти ответ, который сюда нельзя вставить. И переводим «ромада». В Риме «узун векармашик гечетлерден олушан. Ералты». Здесь, в общем, города, которые находились под землей и состояли из длинных и запутанных переходов, проходов, улочек. Они назывались катакомбы. И смотрим здесь, как можно сказать и как нельзя было сказать. Первый у нас подходит «чейлерне катакомб генирды». Это называлось катакомбами, такие города назывались катакомбами. Вариант Б. «Чейлерин дэ в таких городах катакомб денмесейды». Вот бы не было сказано «в таких городах катакомб». То есть вот этот вариант сразу у нас как бы не подходит. Можем идти дальше. На всякий случай посмотрим. Смотрите. Вариант Д. «Чейлерин катакомб дье ад ландры лырды». Назывались как катакомба. «Чейлерин ады катакомбду». Такие города назывались катакомб. Катакомбы. И «Чейлерин катакомб ады веры лырды». И им давалось имя катакомб. То есть похоже как «дье ад ландры лырды» и «ады веры лырды». В принципе, одно и то же. Все варианты подходят, кроме Б. Теперь смотрим девятый вопрос. Вот смотрите. Когда вот такие вопросы есть. Но здесь какое-то есть предложение. И темным выделено дальше задание. Сначала читайте задание. А потом уже переходите к предложению. Опять же, чтобы не терять время. И для того, чтобы сразу понять, когда читаешь это предложение, что мы должны сделать. Написано «аша даки лярден». То есть из нижних вариантов. «Хангиси бюджум ля даки алты чизгили сёзе. Аннам дя энья киндер». Какой из нижних перечисленных словосочетаний больше всего подходит на место словосочетания, которое подчеркнуто нижней палочкой. «Герсель элере чокче ервелем бу роман». Этот роман, в котором находится много места для визуальных объектов. «О курда бир фильм из льормуш хиси яратьер». То он создаёт чувство у «О курда», у читателя, как будто он смотрит фильм. И нам на это место нужно подставить самое близкое по духу словосочетание. Смотрим на ответы. «А» у нас «Анна ищи олуштурьер». Создаёт понимание. Близко очень, но у нас не создаёт понимание, а создаёт чувство. Создаёт чувство, да? Такое. «Б» вариант. «Бельгиси верьер». Даёт знание. Нет, это нет, конечно. «С» – «Гёрнтусю олушьер». Вот смотрите, видимость такую. Создаётся видимость. Здесь глагол сразу неправильный. Если было бы «Гёрнтусю олушьер», то есть «создаёт у того, кто читает этот роман, такое видение, может быть, ещё можно было. Но так как здесь «Гёрнтусю олушьер», создаётся видимость, сюда она не подходит. Вариант «Д» у нас. «Изляними уяндыр Ёр». И вот «Изляними» – это впечатление. «Уяндыр Мак» – это тоже как создаёт. «Изляними уяндыр Мак» – это создаёт впечатление. То есть создаёт впечатление и создаёт чувство. У нас это самое похожее, то, что мы можем сюда поставить. И последнее можно ещё посмотреть. Вариант «Эдтюшендиси гелищер». То есть здесь переводится «создаётся мнение». Но у нас здесь не мнение не создаётся. У нас здесь «Анлаиш» – непонимание не создаётся. А у нас здесь впечатление. «Изляними уяндыр Ёр». Оставляет впечатление, как будто ты смотрел фильм. Поэтому у нас ответ здесь «Д». Теперь десятый вопрос. Читаем задание. «Ашадакилердэн хангиси бюджим ледэки алты чизили сёжджи анлам джа эньякындр». Какое из слов в ответах лучше всего по смыслу подходит к подтёркнутому слову в предложении? Предложение у нас. «Меслек ящамумын баштлангаджин дан бугиня кадар хэп о звери леча лыштым». «Меслек ящамумын баштлангаджин дан» – от начала моей профессиональной жизни, деятельности, бугиня кадар и до сегодняшнего дня. «Хэп о звери леча лыштым». Я работал с полной самоотдачей. Теперь вместо слова «кадар». Это послелок «кадар» у нас. «Бугиня кадар». До сегодняшнего дня. То есть у нас переводится на русский как «до». И какое слово можем заменить? У нас есть слово «дору». «Бугиня доуру». Это будет не до сегодняшнего дня, а к сегодняшнему дню. Немножко логическая разница есть. Ответ не совсем подходит. Это ответ «бэ» у нас. «Бугиня эндже». Это вообще не подходит. До этого дня. Типа, ну так не говорят. Потом ответ «дже» у нас. «Дейн». Это есть такое послелок, который тоже переводится как «до». «Меслек ящам умын башля гадин дан бугиня деин». «Хэп о звери леча лыштым». То есть ответ на самом деле правильный вот такой. Может быть вы слышали вместо слова «дейн» слово «дек». «Бугиня деки». Это вот на самом деле продолжение такого слова. «Бугиня деин». «Хэп о звери леча лыштым». Это правильный ответ. Мы посмотрим еще ответ «дэ» у нас «гёре». «Бугиня гёре». И смотря на сегодняшний день, типа оно так тоже не используется. В данном предложении нельзя так сделать. И «Бугиня деинли». Ну тоже похожий по значению постелок, но вот сюда вот в это предложение оно никак не вставляется. То есть ответ у нас «дже». Переходим к одиннадцатому вопросу. Здесь точно задание тоже. По смыслу какое слово можно заменить на подчеркнутое слово. Из его разговоров «Ящананцы кантелары дитте алмады аннашил Йорду». Было понятно, что он не воспринимает всерьез дитте алмады, ящананцы кантелары. Те трудности, которые он пережил. Из его разговоров Было понятно, что он не воспринимает всерьез трудности, которые он пережил или прожил. То есть нам слово «дитте алмак» «воспринимать всерьез». Нужно посмотреть, какое слово можем заменить. Так, варианты у нас «А». «Онемсемеди». «Онемсемек» — это тоже «воспринимать всерьез». Вот у нас ответ в принципе «А» подходит. Ну, давайте посмотрим еще другие ответы. Вариант «Б». «Онгёрмеде». Ну, «не предусмотрел». Это не подходит. «Бильмеде». «Не знал». Не подходит. Здесь у нас «воспринимать всерьез» и «не знать» — это разный. И «Летмеде». То, что он не передаст неправильно. И «Чёзмеде». То, что он не решит. Это все не подходит. «Онемсемеди» — то, что он не воспринимает всерьез. Это как раз подходит и «Джи Ти Алмады». Это синонимы. Значит, ответ у нас «А». Переходим к следующему вопросу. 12 вопрос. Читаем. В принципе, то же самое. А «Ашадакилерден хангиси» — «Быджемледеки алты чизили» — «созче» — «аннам» — «якындир» — «по смыслу, что больше всего похоже». «Белим адамлары» — «учёные» — «вы бессленме узманлары» — «и специалисты по питанию» — «правильному питанию» — «саллыклыбер ящамычин» — «для здоровой жизни» — «мейвенин» — «софралардан» — «эксик» — «олмамасы» — «геректине» — «вургулиолар». Они как бы утверждают о том, что для здоровой жизни нужно, чтобы фрукты не пропадали с вашего стола. Здесь «вургулиолар» — это как бы подчеркивают они, утверждают, подчеркивают. Вот такое слово мы должны заменить. У нас ответы «а» — «истерлар», то есть они хотят, нет, не подходят. Подчеркивают, хотят, нет. «Эклиолар» — это добавляют, не подходит. Здесь «эклиолар» — это они поддерживают, тоже не подходит. «Конушьорлар» — разговаривают или говорят об этом, не подходит. И «белертюрлар» — это как раз подчеркивать, да, что-то обозначить, подчеркнуть. «Белертюрлар» — это синонимы, ответ у нас будет «э». Тринадцатый вопрос. Задание. То есть нам нужно найти слова, которые мы можем по очередности вставить вместо подчеркиваемых слов, и чтобы остался точно такой же смысл. Давайте читаем. Значит, и будем подставлять варианты, какое подходит, какое не подходит. Водопад «Тарсус» находится в одном километре от города. «Бердан чай узеринде ер-ал-йор». «Чай» — это не то, что чай, который мы пьем, а есть речка, тоже называют «чай», да, по-турецки. И он находится, этот водопад, над речкой, которая называется «Бердан». То есть первое слово должно находиться. Смотрим, что у нас здесь, какие варианты у нас могут подходить. Первое. «Узан Йорж» располагается, да, ну, в принципе, как бы можно. «Ак Йорж» протекает, в принципе, тоже можно. «Дурьорж» стоит, скажем, ладно. «Булуньор» находится, вот это, кстати, лучше всего подходит. И «Кон Йорж» — это значит, она туда приземляется, этот водопад. Вот это сразу мы давайте убираем. «Кон Йорж» вообще неправильно. То есть водопад приземляется, но тогда было бы «Чай узеринде, а не узеринде». То есть мы убираем, пусть остаются у нас четыре первых варианта. Дальше читаем. «Щеля ля ниньяненда» возле водопада. «Чай ларамызы юдумларкен». Когда мы… «Юдумламак» — это значит глотать. Глотаем, да. «Чай ларамызы юдумларкен», когда мы глотаем чай, то есть попиваем чай. «Темис хаваис солюрус». И мы дышим свежим воздухом. То есть нам слово «юдумларкен». «Попиваем» нужно найти. Давайте первое смотрим вариант «демлеркен», когда мы завариваем чай. Все, мы это убираем. Этот вариант не подходит. Второй чай «долдурукен», когда мы наливаем чай, тоже не подходит. Третье «бетериркен», когда мы уже допиваем чай, тоже не подходит. И вариант «дэ» и «черкен», когда мы пьем. Вот как раз подходит. «Юдумларкен» и «черкен». Все, мы в принципе все варианты убрали, остался вариант у нас D правильный, мы можем следующее даже не проверять. Можем просто отсюда уходить к следующему вопросу, но посмотрим слово «гельмейн» должно на слово «дэнмейн». Здесь написано дальше «Биздэн сизээнэри» от нас вам совет. Тарсуса йолунус дющерсе, если вдруг вы окажетесь вблизи Тарсуса или в направлении в том будете ехать. То не возвращайтесь без того, чтобы попробовать местные, в общем, еду местной кухни, вкусную еду местной кухни. То есть «дэнмейн» и «гельмейн» в данном случае можно тоже сказать. То есть «я меклерин тадына бакмадан гельмейн» не приезжайте, не попробовав. Или «дэнмейн» не возвращайтесь, то же самое. Ответ D, переходим к 14 вопросу. 14 вопрос. Сразу смотрим в задание. Бюджим ледэки алты чизили сезле анлатылмак истинэн ащадакилэрдэн хангисидэр. То, что вот это подчеркнуто, что по смыслу оно обозначает. Давайте посмотрим. Гечмешин излериниташиан букасабата юрюркен. Инсан гечмешэй ёлджулук кептыны санйор. Инсан юрюркен. Когда человек прогуливается, идет, шагает, проходит. Букасабада. Касаба – это такое поселение, небольшое поселение, которое несет на себе следы прошлого. То есть, какое-то историческое место, видать, да? То человек, здесь продолжается действие для вот этого инсан. Он чувствует, как представляет санйор. Или, да, он представляет, как будто гечмешэй ёлджулук кептын. Как будто он в прошлое вернулся. То есть, как будто он сделал путешествие в прошлое. И вот тот же самый смысл, как будто он путешествует в прошлом. Нам надо, где еще у нас в этих ответах говорится об этом. Первое. Эския плары кормак геректии. Что хочет объяснить эти предложения? Эския плары кормак геректии. Хочет объяснить то, что нужно защищать, сохранять старые какие-то сооружения, здания. Нет, это вообще не подходит. Второе. Объясняет, то есть, вот это предложение объясняет то, что насколько вчерашние дни влияют, свое влияние переносит на завтрашние дни. Дюнюн я рэннар юзеринда. На завтрашние дни. Не подходит. Дальше. Фарцы бир заман дели мене гитти. Как будто вы переместились в другой отрезок времени. Вот это подходит. То есть, здесь как будто бы мы в прошлое вернулись. И, то есть, смысл, как будто мы в другой отрезок времени ушли. Ну, пошли, да? Значит, у нас ответ здесь дж. Ну, дальше, не знаю, можно смотреть. У нас д. Арцик яшанан нарыда и дэрлендиребильди. То есть, типа, объясняет о том, что можно лучше оценить то, что было прожито тогда. И нереагитильный фаркэнда олмады. И хочет передать нам о том, что он, как бы человек, не понимает, куда он вообще, не осознает, куда он вообще пошел. Куда он уходит. Ну, как мы сказали, здесь ответ дж. Дальше смотрим. Пятнадцатый вопрос. Читаем задание. В общем, тоже, что этим предложением здесь все имеется в виду не слово, а предложение. Что в этом предложении хотел нам объяснить автор. И самый похожий по смыслу вариант внизу в ответах. Читаем. Известный американский писатель Дэйл Карнеги и Ларен Дже много лет назад еще рядом еще. Ну, сказал так, в общем, написал так. Когда всем, все получают по апельсину. Чем говорить, а почему мне, почему я получил лимон, если все получили апельсин. Лимонон узла, лимонатая парак, герки эстэм фартолун. Лучше отличитесь от всех и сделайте из этого лимона лимонад. То есть, не нужно вопрошать, почему мне лимон, когда всем апельсин. Лучше сделайте из этого лимона лимонад. То есть, что-то полезное. И отличайтесь от всех вот этим таким действием. Читаем. Варианты ответа. Хочет передать смысл того, что мы должны быть в нашем поведении как сбалансированное, тактичное. Нет, не то. Второе. То, что мы должны ко всем обстоятельствам относиться с позитивом. Ну, вот это вот правильный вопрос. То есть, несмотря на то, что нам дали лимон, когда всем апельсин, мы все равно позитивно на это посмотрели и что-то для себя из этого вывели. То есть, ответ у нас B. Ну, здесь еще есть другие ответы. Просто читаем. Что мы не должны не забывать, что нужно быть терпеливыми. Нет. Мы должны знать, что мы хотим. И последнее. Что мы не должны интересоваться тем, что делают другие люди. Тоже, как бы, этим все не подходит. У нас ответ здесь B. Так, это у нас 15-й был. 16-й вопрос. Ащадаки джюмлерин ханги синде тасары сёсконусудур. В каких из предложениях идется речь о тасары? Это у нас проект. То есть, что-то, что мы предполагаем на будущее. Да, хотим сделать тасары. Какой-то проект. Это наша задумка. Наша задумка. Смотрим вопросы. Первый у нас ответ. Университетен мезун олдуктан сонра. После того, как я закончу университет. Ишлетми алананда мастер япмай ду шюньором. То я планирую. Ну, в общем, мастер япмай. Пусть это будет как аспирантура. Я планирую сделать аспирантуру в... Ишлетми алананда в менеджменте. Это подходит к слову проект? Да. То есть, человек задумка такая. Он предполагает, да, проектирует себе. Как бы... Пусть предположение это будет. Нет, пусть это будет задумка. Вот что он задумал. То, что после того, как он закончит университет, он хочет дальше идти там на аспирантуру по своей специальности. То есть, это у нас вот ответ в принципе А. Но можем дальше посмотреть другие. На всякий случай проверить. Хотя, когда вы на тесте, вы посмотрели, подходит. Надо сразу идти дальше, не терять время. Но мы посмотрим. Ладно. Ответ Б. Я считаю, что если мы поменяем метод нашей работы, то мы станем более... У нас появится, короче, отдача. Это просто какое-то предположение. Но это не задумка и не проект на будущее, да. Дальше. Перед тем, как куда-то выехать, я обязательно изучу все свойства или особенности того места, куда еду, и адреса. Куда там сходить, например. Ну, то есть, это просто говорится о том, что вы делаете, когда куда-то едете. Здесь никакой задумки, здесь у нас нет. Следующий ответ. Когда я читаю какие-то романы, я везде нахожу что-то от себя и становлюсь от этого счастливым. Никак не подходит. Для того, чтобы увидеть рассвет, я люблю рано проснуться и идти на побережье. Ну, то есть, это просто говорится о том, что человек любит выполнять, и тоже сюда не подходит. Смотрим. Дальше. Семнадцатый вопрос. В каких из предложениях у нас есть речь идет о цели? Амач, цель. То есть, что-то для чего-то делается, да? Цель. Смотрим. Первое. Это одно из материалов, башлыди, одно из самых главных материалов, которое украшает жизнь человека. То есть, есть речь какая-нибудь о цели? Нет. Дальше. Инсанар. Гюри мюзде не оклашик от уз бин. Йил эндже чешит ли битки в хайван на ардам, боя эльдэ этмиштер. Люди добыли, то есть, сделали краски. Примерно краски из всяких растений и животных. Ну, в общем, которые находились в гюри мюзде от сегодняшнего дня примерно 30 тысяч лет до сегодняшнего дня. Здесь нет никакой цели. Смотрим дальше. Маара адамларынын, каяду варларыны, сюслеян ресимдері гюню мюзе кадар улашмыштыр. Маара адамларынын, то есть, люди, которые жили в пещерах, каяду варларыны, сюслеян ресимдеріни. Давайте так. До наших дней дошли картинки, которыми украшали пещерные люди, ну, свои пещеры. Какая-то здесь цель есть? Проскакивает? Нет, никакой цели здесь. Никакой речи, ни о какой цели нет. Идем дальше. Кайтларагечен, то, что попало в записи, то есть, в истории было записано. Ильк боя юрятимері. Первое производство краски было создано, то есть, это производство в Бостоне в 1700 году. Тоже ни о какой цели речи не идет. Ну, и остается последний вариант. В общем, краска, она не только используется для того, чтобы придавать цвет, цвет, ну, а также для того, чтобы защищать стены и какие-то другие там предметы от внешнего дышать кильдерден. От внешних факторов, от внешних влияний. То есть, она используется и для вот этого. Не только, в общем, краска используется не только для того, чтобы придавать цвет стенам или каким-то предметам, а еще для того, чтобы сохранять ее от внешних факторов. Ну, это может быть воздух, там, вода, температура и все остальное. Здесь у нас есть цель? Да, есть цель. То есть, цель у краски, а матч, с какой целью она применяется? Она применяется не только с той, чтобы красить, а еще с целью сохранения стены предметов. Поэтому у нас ответ здесь будет «э». Теперь 18-й вопрос. Ащадаки джумлелерин хангисинде бирден чок энерри вардер? В каких из предложениях есть бирден чок энерри? Больше одного, больше одной рекомендации. То есть, должно быть несколько рекомендаций. Смотрим. Первое. Кемиклеринзигу члендеремеки чин сют юринерини тюкет милисинес. Для того, чтобы укреплять кости, вы должны потреблять молочную продукцию. Молочную продукцию. У нас здесь рекомендация есть, но она одна. Что нужно употреблять молочную продукцию. Смотрим следующий вариант ответа. Б. Емиклери и чин юмили и оваш юмилисинес. Вы должны хорошо жевать и медленно кушать. Вот у нас здесь две рекомендации. Хорошо жевать и медленно кушать. Значит, ответ у нас Б. Можно посмотреть на другие ответы. Д. Емиклери и най, лифли бисин на ре, иер вермили си нес. В своем питании, в еде вы должны отдавать место питательным волокнам. Это так называется. Лифли бисин на ре. Здесь тоже у нас одна рекомендация. Теперь ответ Д. Еллы и еджек лер дин качин малысины. Ну, вы должны избегать жирную еду. Тоже одна рекомендация. И последнее. Для вашего здоровья, для крепления здоровья, вы должны заниматься спортом. Здесь тоже одна рекомендация. Здесь ответ у нас был B, в которой было две рекомендации. Смотрим дальше вопрос 19. Уже язык заплетается. В каких из предложениях есть смысл «башкаларна олду гиби» так, как и другим? Смотрим. А. Расскажи-ка ты этот анекдот и сегодня. Нет. Расскажи-ка этот анекдот и ты. Тоже нет. О. Фыкраи банада аннат. Расскажи-ка ты этот анекдот и мне. Ага, вот здесь, смотрите, подходит. То есть, как другим? Башкаларна олду гиби банаданнат. Видите, можно сюда подставить. Давайте, подставляя еще проверим. Смотрите. Офыкраи башкаларна олду гиби бугюнь даннат. Не подходит. Офыкраи башкаларна олду гиби бирде сенаннат. Не подходит. Офыкраи, тот анекдот. Башкаларна олду гиби, как и другим? Банаданнат. И мне тоже расскажи. Вот это значит у нас подходит. Дальше еще есть. Офыкраи бирдаханнат. Еще раз расскажи. Не подходит. Офыкраи хеменаннат. Давай быстренько расскажи ко мне. Тоже такой смысл не имеет. Идем дальше. Двадцатый вопрос. Буре гельдин заман бени ара. Когда придешь сюда, позвони мне. Ашадакилерден хангиси буджум лейле айны аннандадр. Какое из предложений имеет точно такой же смысл? Буре гельдин заман бени ара. Если ты сюда придешь, позвони мне. Не подходит. Буре гельиркен бени ара. Когда будешь сюда идти, набери мне. Не подходит. Потому что здесь написано, когда ты придешь. Буре гельдин заман. Дальше смотрим. Буре гельмеденен джи бени ара. Перед тем, как ты сюда придешь, мне позвони не подходит. Буре гельин джи. Вот смотрите. Когда ты сюда придешь, бени ара. У нас вариант значит D. И последний еще есть. Буре гельдин джексе. Если ты вдруг сюда придешь, позвони мне. Не подходит. У нас ответ D. 21 вопрос читаем так читаем в парчатокину морал мышь дюмлерин хангисин де каршила штырма я был мыштр в каких из предложений которые отмечены цифрами вот здесь 1 2 3 предложения есть и есть сравнение сравнение чего-то двух каких-то понятий давайте посмотрим ладно первое база чехиллер некоторые города я лыжджа и симмерии лебели чок ильги чекер только из-за своего названия привлекают внимание здесь у нас первая часть и вторая часть никак между собой не сравнивается второе генелик ли обычно мега кент короче мегаполис оларак анны лыр бух чехиллер обычно такие города называются мегаполисами тоже никакого сравнения третье я лныжджа не фусларын чок-то уйла дейль не только потому что в них большое население они не похожи ни на какие другие места потому что население которое там находится создает там движение и вот это вот различие от другого но думаю вот здесь и в принципе наверное у нас есть сравнение нюбр то есть не потому что там много а то есть не потому что там много людей а потому что вот эти сами люди создают вот это отличия от других мест а здесь как бы сравнение я думаю что ответ здесь вот 3 Третий, получается ответ B. Ну, просто прочитаем следующее предложение. Четвертое есть. То есть, так, что можно даже назвать, что пульс земли бьет именно вот там. Дюнянын набзы, это пульс, да, земли, планеты. Пятое у нас. И даже если нет никакой возможности, чтобы это совершилось, многие из нас мечтают о том, чтобы однажды попасть туда, то есть в эти города. И шестое предложение. Вот такие привлекательные места. Ну, вот здесь, я думаю, в принципе, ответ вот третий, где предложение не только потому, а еще потому, что вот там такое сравнение есть. Поэтому ответ B. Двадцать второе, давайте смотрим. Сразу читаем. Вот какое из этих утверждений не соответствует тому, что говорится вот в этих предложениях наверху. Давайте смотрим первое. Говорится. Беринджи, джимля, дэ, в первом предложении мы идем от обратного, то есть от ответов к вопросам, потому что надо сразу понять, какое из этих утверждений не соблюдается, не соответствует вот этим предложениям. Поэтому читаем сначала ответ первый, да. Беринджи, джимля, дэ, в первом предложении. Говорится о том, что в нашей стране могут проживать тюмджаннлар, ящемасна, уйгун, то есть пригодно, наша страна пригодна для проживания всех видов животных. Теперь здесь читаем первое предложение, так ли это или нет. Всемирно известный анатолийский барс, это какое-то животное, возможно, леопард какой-то, который так называется. Ялныш джа бизим уль кем изде только в нашей стране, ящан бир джан лы тюрюйду. Вид животного, который проживает только в нашей стране. Сразу можем сказать, что ответ у нас вот этот вот правильный, да. То есть мы должны выбрать, что не соответствует. Вот здесь говорится, что все животные могут проживать в нашей стране, наша страна пригодна для этого. А на самом деле в этом предложении что говорится, что анатолийский барс, анодолу парсы, он только проживал вот у нас. Ну, дальше давайте посмотрим, ладно, потому что, хотя вот ответ он есть. Уходим, больше ничего не читаем. Вот это как бы, да, вот как нужно тест делать. Давайте прочитаем. Во втором предложении говорится о том, когда последний раз видели вот этого анатолу парсы барса, анодолийского. И второе смотрим. Последний раз его видели в 70-м году. Да, это соответствует. Правильно. Дальше. Говорится о том, что еще один вид животного в настоящее время, что он все исчез, этот вид животного. И третье смотрим здесь. И, к сожалению, на сегодняшний день в Анатолии, в Анатолу, никто не видит этого барса. То есть, значит, он действительно исчез, об этом здесь говорится. То есть, соответствие нормальное здесь. Дальше мы смотрим. Здесь идет прогноз на какую-то тему написано. Смотрим, здесь есть ли прогноз. Четвертое. Ну, считается, то есть, это как бы прогноз, думают так о том, что полностью вымерло его потомство, потомство этого барса. То есть, здесь тоже все правильно. И последнее. Печенчжи дюмледе. Йок оладжак чешитли тюрлер сыроланьор. Здесь перечисляются те виды животных, которые тоже могут умереть. Йок оладжак чешитли тюрлер. Читаем. Пятое. Чизгили сыртлан. Ну, это как какой-то сыртлан, это, по-моему, гиена, что ли, какая-то полосатая гиена. Ак-денис фоку, средиземноморский тюлень. Ак-денис фоку, это средиземноморский тюлень. И каракулак, я не знаю, что это за животное такое. Гиби. Кими хайван, некоторые хайван тюрлеринин, виды животных. Де. Тоже. Сононун айноладжааси унинер. Что их ждет такая же участь, вот этих вот видов животных, как и анатолийского барса. То есть, все правильно, значит, в пятом предложении действительно перечисляются виды животных, которых ждет такая же участь, как и барса. Ну, как мы сказали, здесь уже у нас, мы сразу посмотрели, что ответ у нас А. Можно было все остальное вот это вот не читать и не тратить на это время. Но это вы можете делать, когда проходят такие тесты. Давайте посмотрим 23 вопрос. Сразу смотрим, что здесь написано. В общем, в этом параграфе рассказывается о какой-то женщине. И здесь спрашивается, что из того, что ниже перечислено, связанное с вот этими предложениями, не соответствует действительности. То есть, какие из нижних предложений значения, смысл не соответствуют тому, что написано в этом параграфе про эту женщину. Давайте смотрим. Первое. Написано в первом предложении. Рассказывается о какой-то туткуе, такая страсть. О какой-то страсти. Давайте. Ну, страсть или увлечение, да, человека. Первое смотрим. Халам. То есть, моя тетя. Чичек лиричок северды. Очень любила, очень любит цветы. Да, это ее какое-то увлечение. Может быть, да, об этом все правильно. Значит, это к ответу у нас не подходит. Второе. И кинджи джумле дэ гечимин насл саглады дилеге тирельмиштиш. Во втором предложении рассказывается о том, как она себя, как она живет, то есть, как она себе зарабатывает на пропитание, в принципе. Гечимин насл саглады. Говорится об этом. Да, смотрим. Второе. Эвенин аркасындаки кючук бахче дэ чешит чешит чечек етишти рижды. На заднем стороне дома, в саду, она выращивала разные цветы. Но здесь говорится о том, что она выращивала цветы, но она их не продавала, она этим не зарабатывала, она этим не жила. Поэтому, значит, второе о том, что как она себе зарабатывала на пропитание, не подходит с вот этим. Вот у нас ответ B. И дальше мы можем не читать. Но давайте быстренько прочитаем в третьем джумле дэ, в третьем предложении. Говорится опять ураж тем, что он занимается, о каких-то двух ее занятиях. Давайте смотрим третье. Эли хер ище ят кын олан халан. Тетя, у которой руки были, в общем, она любила делать всякие ручные работы. И у нее была к этому способность. Чоб гюзель канавичи и шлер, дан тель у рерды. То есть она хорошо, канавичи это, по-моему, шитье лентой, по-моему, это. А дан тель, это, по-моему, кружевные, такие кружевные штучки, но это женские какие-то увлечения. И да, здесь действительно говорится о двух ее увлечениях. То, что она шитье лентой и дан тель. Это, по-моему, вязание крючком, если я не ошибаюсь. Четвертый. Дэ давайте. То есть совпадает, да, совпадает. Все правильно здесь. Четвертое. Здесь говорится о какой-то особенности, о свойстве какой-то занавески, которая находилась в доме. Смотрим. Четвертое. Говорится здесь о том, что и в доме огромные окна. Закрывала занавеска, которая была сделана, то есть была продукцией ее рук, рук моей тети. То есть об этом говорится то, что она была ручной работой, эта занавеска. И да, здесь об этом тоже говорится, что в четвертом предложении говорится о свойстве этой занавески. И пятое. Пятое. Бешенит джумлядэ эль ищи кяттары ляяпты оймаларын бейнильдивыргуланмышцер. Говорится о том, что вот эта ручная работа, из которых она делала какие-то листы бумажные, и оймаларын, это узоры из этих вот листов, говорится о том, что они очень нравились. Ну, всем кому-то там, да, читаем. Ринкли разноцветный парлак, блестящий эль ищи кяттарын дан япты оймаларын, узор, который она сделала ручной работой из бумаги. Здесь не совсем понятно, эль ищи кяттарын, ну, какая-то бумага, которая ручной работы. Геренлер, те, кто это видел, булнарынасы япмышт ешаширды, удивлялись, как она это сделала. Ну, тоже, да, здесь это все совпадает. Как мы говорили, здесь у нас ответ, на самом деле, B, который не совпадает. Идем дальше, 24-й вопрос. Так, давайте сначала задание прочитаем. 24-й вопрос, читаем задание. На какой из вопросов есть ответ в данном предложении? Так, давайте читаем тогда. Анталийский залив, который был известен под названием «Море Памфилия». Я не знаю, как это на русский перевести. Теперь смотрим, какие у нас вопросы и есть ли ответы. «Нерея» – куда? Здесь на этот вопрос нет ответа. «Некодар» – сколько? Тоже нету. «Нереден» – нету ответа. «Незаман» – когда? Нету ответа. Так, подождите, у нас, смотрите, «Незаман» – когда? И есть у нас на этот вопрос ответ. «Антик доним де» – когда? «В античное время», да? Значит, у нас ответ здесь «Д». И здесь последний вариант. «Кими» – кого? На него тоже нет ответа. Значит, 24-й вопрос. Ответ у нас «Д». 25-й вопрос. Тоже, какой есть ответ на эти вопросы? Давайте так, знакомство Мехмета и Назлы перетекло в дружбу, а потом это перешло в любовь, превратилось в любовь. Вопрос. «Нее» – во что? Во что? Есть ответ? Да, есть ответ. «Нее донюш мюш», «Севдая донюш мюш». Вот у нас, в принципе, ответ значит «А». Другие давайте посмотрим просто вопросы. «Ничин» – почему или зачем? Нет. «Нереде» – где? Ответа нет. «Насыл» – как? И «не» – или «с чем?» Тоже нет. Или посредством чего? Тоже нет ответа на этот вопрос. Правильный. «Нее» – «Нее донюш мюш», «Севдая донюш мюш». Во что превратилось? Превратилось в любовь. Смотрим, 26-й вопрос. «Будзюм ледаща адаки сурлардан хангис ниндзевабы вардар?» Какой вопрос есть ответ? «Галатакюля синя гиделен осокактан?» Я много раз проходил через улицу, которая идет к башне Галата. «Неден» – ответа у нас нет. «Ней» – ответа нет. «Нереде» – нет. И вот «нереден» – смотрите, здесь у нас есть ответ. «Сокактан». «Нереден» – откуда проходит дорога туда? «Галатакюля синя гиделен осокактан?» Вот поэтому у нас здесь ответ будет «дэ». И «ким ля» – здесь нет на этот вопрос ответа. 27-й вопрос. «Будзюм ледаки алты чизли сёй ашадаки сурлардан хангис ниндзевабыдар?» Вот то, что подтёркнуто слово – это ответ на какой из вопросов. Вот здесь. Давайте читать. «Узманнар» – специалисты. И вот здесь можно даже остановиться. Смотрите, почему специалисты не подходят, как специалисты не подходят, кто специалисты – ким, узманнар. Всё, ответ «дэ» и можем идти дальше. 28-й вопрос. «Ашадаки джумлелерин хангис ниндэ нереде сорусу нунджевабыдар?» В каком предложении есть ответ на вопрос «где?» Давайте смотрим. «Дэрсе заманнэнда гельмей ильке эдин мишты». Он сделал для себя принципом всегда приходить на урок вовремя. «Где?» Нет, это не тут. Дальше. «Сонг гюн лерде сык-сык хасталаньор». В последнее время он очень часто заболевает. Нет ответа на вопрос «где?». «Чантасын и чиндекелери тек-тек чекарды». Он вытащил из сумки. «Тек-тек». Штука за штукой. Что-то там было. Что-то, что-то там было. «Где у нас?» Если был бы вопрос «откуда?» Можно было сказать «из сумки». Не подходит здесь. Дальше. «Араларында ки аннашмазлык сонун дачу дюльмюшты». И в конце концов их недопонимание или недопонимание между ними разрешилось. Тоже вопрос «нэри», «где?». Нет ответа. Ну и последнее «юстрафларда» на самых высоких полках. На полках, которые находились выше всего. «Ялныш» здесь все из люктерварды. Там были словари. И вот здесь есть ответ «нэрэде», «где?». «Юстрафларда». На полках, которые были сверху. Вверху. Двадцать девятый вопрос. Тоже смотрим. Перед запятой. Говорит, короче, перед запятой слова, которые и какое из этих слов отвечает на вопрос «ким». Смотрите, опять же, можно вообще не переводить. Смотрим. Перед запятой какое слово есть? «Туристлер». Отвечает на вопрос «ким». Кто? «Туристы». Да, отвечает. Значит, вот все. Первая запятая. То есть вот она у нас. Вопрос-ответ «а». Можем проверить другие слова. «Тарихевлери» — «исторические дома». Отвечает на вопрос «ким». «Нет». «Конаклары». То есть место, где проживает. «Нет». «Телькяри гюмюш ищи юрюнлери». Украшение серебра не подходит на вопрос «кто не отвечает». И «эльдокумалырны гюрмек». Гюрмек слово подходит? Нет, не подходит. У нас «ким». «Я банжи туристлер». Вот все. Отвечаем «а». Идем дальше. Последний вопрос у нас. Или... Ага. Ну, давайте 31 еще тоже сделаем. Тридцатый вопрос. «Ашадаки джюмлелерин ханги синде бир язым ялныши вардер». В каких из предложениях есть ошибка в правописании? Читаем слова и проверяем вот каждую букву или что здесь могло быть неправильно. «Карар вермеден энде и дедушиндун». «Перед тем, как принять решение, я очень хорошо подумал, есть какая-то проблемка?» «Нет, все написано правильно». Дальше смотрим. «Букву ну да?» «Херкес олдукча дуярлы и ды». По этому вопросу все очень сильно были дуярлы. Ладно, какая разница? Мне сейчас в голову просто не приходит слово. Смотрите, здесь есть у нас слово «херкез». На самом деле это слово пишется «херкес». Но когда мы говорим, оно очень похоже, как будто там на конце «зе». И часто вот это слово пишут неправильно. «Херкес» должно быть. Вот у нас ответ «б». В этом слове есть ошибка в правописании. Можно дальше посмотреть. «Я ждал от него новости или сообщения до пяти часов. Здесь нигде ошибки нету». «Он сказал, чтобы я не опаздывал на работу». Здесь все правильно. «В этой поездке я приобрел очень многих друзей». Здесь все написано правильно. Значит, здесь ошибки нигде нету, кроме «б». У нас слово «херкес». Должен быть «херкес». И последний вопрос на сегодня, 31-й. «Ащадаки джумля лерин ханги синдабир язым яннышивардер». То же самое. Ошибка в правописании, в каком предложении. Смотрим. «Ярын аркадашим лас синемая гиде джейс». Завтра мы пойдем вместе с другом в кинотеатр. Все нормально. «Бубитки яз кыш япроклорыны бекмес». Это растение не сбрасывает летние и зимние листочки. Так, здесь вроде все нормально. Дальше. «Буил», «Щегре», «Чок», «Аз», «Яамур» и «Ахды». В этом году в городе очень мало было дождей. Здесь тоже все нормально. «Буджя кетин коллары бана узун гельды». Рукава этого пиджака для меня оказались слишком длинными. Так, здесь тоже вроде все нормально. Так, смотрим последнее. «КЁЩЕ ДЕ КИ БЕЯЗ ЭФ И КИИЛ ОНДЕ ЯПЛДЕ». Думаю, вы уже увидели, где есть ошибка. Здесь должно быть «КЁЩЕ ДЕ КИ» слово «вместе». То есть «КИ» должно быть «КЁЩЕ ДЕ КИ» на углу. И они раздельны, потому что это меняет смысл. Нельзя так сказать «КЁЩЕ ДЕ КИ БЕЯЗ». «КЁЩЕ ДЕ КИ БЕЯЗ ЭФ И КИЛ ОНДЕ ЯПЛДЕ». Том, который находится на углу, «КЁЩЕ ДЕ КИ КОТОРОХ» находится на углу, был сделан два года назад. На этом пока все, потому что видео получилось очень длинным. Я уже даже немножко устал. Если вам понравился такой формат, возможно, он, конечно, сложный. Или, может быть, тест сложный. Но, может быть, в процессе того, когда я объяснял все эти вопросы, темы, кто-то, все-таки, кто смотрел это видео, для себя взял что-то интересное, получил. Если вы хотите продолжение такого формата, продолжение вот этого теста, мы можем дальше посмотреть еще оставшиеся там 30 вопросов. Я могу сделать еще это видео одно. Пишите в комментариях, что-то интересное, если вы столкнулись в процессе того, когда смотрели, какие-то появились у вас вопросы, тоже пишите, я буду на все отвечать. Спасибо за внимание. До скорых встреч.